Послание Отца Абсолюта 30 июля 2022 года Творец своей жизни Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о восстановлении Божественного Кода Человека. Первым шагом к этому может стать ваша способность как можно дольше, а в идеале постоянно, находиться в Меркабе, в своем световом теле. Почему это так важно? Прежде всего потому, что без этого все ваши дальнейшие наработки не смогут обрести плоть. Сколько бы практика медитации вы ни делали, если ваши тонкие тела не будут целостными и надежными, все ваши усилия по трансформации физического тела в световое кристаллическое останутся тщетными. Другими словами, ваше световое тело является фундаментом для построения кристаллического тела. Подобно тому, как в трехмерном мире физическое тело человека не может быть крепким и здоровым, если его тонкие тела повреждены, так и в мире высоких измерений кристаллическое тело не может существовать без надежной защиты в виде его светового тела. Так световое тело символизирует целостность и надежность, а кристаллическое – совершенство и способность видоизменяться. Обретя световое тело, вы почувствуете себя полностью защищенными от внешнего мира и одновременно будете испытывать к этому миру безусловную любовь, основанную на глубоком проникновении в суть вещей. Вы станете предельно доброжелательными наблюдателями за происходящими событиями и их участниками. Ваше физическое тело перестанет стареть за счет того, что больше не будет испытывать на себе негативных энергий, ведь ваше сознание уже полностью освободится от дуальности, свойственной трехмерному миру. И это огромный шаг вперед в вашем духовном развитии. Но чтобы стать настоящим творцем своей жизни, необходимо восстановить свой божественный код, и световое критерическое тело является одной из главных составляющих этого процесса. А что же означает выражение «творец своей жизни»? В мирах высоких измерений это уже не красивая метафора, а повседневная реальность. Там человек действительно начинает сам творить свою жизнь во всех ее ипостасях, как духовной, так и физической, так как он способен взаимодействовать со своим физическим телом посредством силы мысли и намерения. Как это происходит? Благодаря тонкому чувствованию энергии, человек может менять вибрационные частоты своих органов и частей тела. В результате этого мириады кристалликов, из которых состоит его новое физическое тело, выстраиваются в том порядке, который задает ему человек. Так он может исправлять физические изъяны своего тела, придавая ему желаемую форму, или меняя цвет глаз или волос. Но главное, он может задавать идеальные параметры работы всех своих органов, в результате чего человек перестает болеть и стареть. Но все это придет к вам, мои родные, только тогда, когда вы уже окончательно перейдете в пятое измерение. А пока давайте постигать азы вашего существования в четвертом измерении. И на данном этапе очень важно научиться не выпадать из меркабы, постоянно находясь в своих божественных световых доспехах. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.